всем здравствуйте приветствую вас на своем канале начало месяца и мы для любителей раскладов на одну позицию записываем расклад такой достаточно интересный на мой взгляд о нашей личности мы будем работать на двух колодок как-то колоде тару небо и земля мы будем рассматривать вас и на колоде тару сумасшедшего дома мы будем рассматривать людей и темный аспект если честно не знаю как все выйдет вот но посмотрим у меня такое ощущение что все мои расклады по крайней мере для меня лично они экспериментальны так начнем сейчас отодвину эту колоду начнем наверное расклад с его название жила была личность одни считали ее светлой другие темной все зависело от освещения итак смотрим кем вы себя считаете кем вы себя считаете сами королева мечей личность такая достаточно уверенная бывалая которая много чего прожила принципе достаточно эмоциональная но человек который все свои эмоции скрывает очень и очень глубоко в себе с одной стороны это для нее лично не совсем хорошо потому что бывают такие моменты необходимые наверное каждому человеку открыться выразить то что глубоко находится внутри нас да какие-то эмоции переживания но тут присутствует однозначно очень сильная логика рационализм просчитывание шагов и наперед когда человек сам себе говорит а зачем мне это нужно не поймут не оценят не увидят и как бы собирает себя в такую стальную руку и рукавичку и движется вперед личность достаточно уравновешенная мудрая и в некоторых моментах бываете достаточно такие жестковатые я могу сказать но не специально хотя как оборона такое тоже может быть а здесь больше жесткость она связана с прямолинейностью то есть по энергии здесь человек который для себя понял что я не хочу уже больше не под кого прогибаться я хочу жить так как я хочу и если кому-то это не нравится это его проблемы в принципе в компаниях воспринимают как человека ну если не наставника учителя то как минимум человека которому можно обратиться за советом человек который может высказать свою точку зрения и при этом оперируясь логикой подтверждая какими-то определенными фактами то есть если вы женщина мужчинам с вами интересно общаться да то есть они к вам обращается не как к мамочке да с заботой а скорее всего как более старшему товарищу до человеку который может показать ситуацию под таким углом под которым сам человек возможно не видел да где-то поможете разобраться в чем-то то есть у вас рационализм он присутствует плюс такой житейский опыт именно если вы женщина до мудрости вот именно женской такой мудрости гибкости но вот у меня такое ощущение что здесь достаточно зрелая личность я не о возрасте о психическом состоянии души но при этом знаете человек который иногда бывает я вот так сказала слабость я не могу сказать что есть такая потребность именно в эмоциях в нежности в любви а здесь скорее всего есть потребность больше в уважение в понимание в желание в желание сотрудничать как-то с другими людьми коммуницировать чтобы вас понимали но вот если говорить о реализации именно личной жизни я не вижу чтоб она была в традиционном в традиционном таком понятии удовлетворительной то есть здесь как будто бы человек который знаете выбрал такой образ жизни немножечко отшельник в плане любви именно то есть во всех остальных сферах я могу предположить что у вас все хорошо то есть вы все контролируете вы управляете но вот именно вопрос связанный с эмоциональным планом с вашей личной жизнью даже если он вас удовлетворяет это осознанный ваш выбор то есть не важно вы там в разводе вы в свободном плавании вы в поиске это вот как будто бы ваш выбор да то есть здесь нельзя сказать что вот вы прям гонитесь как будто бы за семьей здесь у человека ощущение того что у него какие-то другие приоритеты в жизни но и личной жизни мы тоже не чуждо но если ее и не будет она не будет на первом плане да то с этим тоже ok с этим нормально то здесь нельзя сказать что ощущается вот какая-то ущербность именно в этом плане но в традиционном понятии да что вот есть пара есть мужчина есть женщина вот они любят друг друга и так далее вот у вас таких отношений я не вижу как вот здесь как будто бы какая-то своя модель взаимодействия с противоположным полом но однозначно она выбрана вами осознанно вот так вы таким человеком вы себя видите а каким вас видят либо считают люди а люди вы смотрите отшельник а люди вас не считает так вот посерединке сделано люди вас считают отшельником человеком который находится в бесконечном поиске своих собственных ответов человек который которому более комфортно такое знаете уединение и могу сказать что вы аскетичны в плане того что вот закрылся да ушел в монастырь когда вернусь не знаю нет вы вы комфортно себя чувствуете и в окружении людей вы можете и общаться да то есть и коммуницировать прекрасно с людьми открыто доверительно но вот по своей натуре вы человек я бы сказала такой самодостаточной да то есть человек у которого есть вот то что я и описывала то как вы себя видите человек который четко понимает и осознает свой путь куда он идет что он хочет как он может добиться этого и вот в силу о скорее всего ваши внутренние вот это вот внутреннего стержня вашей внутренней силы люди вас видят как отшельника то есть как человека который предпочитает как-то побыть самим собой как я люблю говорить с умным человеком всегда приятно разговаривать особенно если это беседа сам самим собой ибо приятно что-то почитать что-то можно может быть поизучать то есть вот у вас нету понятия одиночество то есть вам настолько хорошо в компании с собой и в равной степени и с другими людьми но вот то что вас люди видят отшельником да то есть человеком с таким философским складом ума и человек который любит порассуждать человек который не думает после любит по созидать посмотреть на вещи немножечко иных взором да и в принципе они вас видят таким человеком которому хорошо да вот хорошо самим собой по сути то как вы видите себя это как вас видят другие люди здесь сочетается да здесь все сходится почему почему вас считают светлый вот что светлого вас есть сначала давайте так посмотрим да что светлого вас есть и почему вас считает светлым человеком что светлого вас есть и почему вас считает светлым что светлого вас есть Светлого у вас есть некий такой, знаете, позитив, умение преодолевать сложности, невзирая на какие-то житейские, возможно, трудности. Вы тот человек, который постоянно держит путь, да, то есть постоянно куда-то вы движетесь, к чему-то стремитесь. У вас есть какие-то свои собственные желания, вы не оглядываетесь на других людей. Вы идете как будто бы, знаете, человек, который идет своей дорогой, да. И если на вашем пути появляются соратники, то прекрасно вы вместе в компании пойдете. Если по каким-то причинам эти соратники остаются, либо единомышленники, партнеры, друзья, любимые люди остаются позади, это их выбор. Вы не будете на это обращать внимание. Безусловно, вы будете горевать, да, безусловно, у вас есть привязанность к людям, особенно когда вам хорошо, с теми людьми, с которыми вам хорошо. А вы умеете создавать этот комфорт и уют в силу своей королевы мечей. И вы чутко понимаете потребности другого человека, именно с рациональной точки зрения, не с точки зрения эмпатии, а рациональной. И вы можете выстраивать диалог, либо коммуникацию, взаимодействие с другим человеком, таким образом, да, чтобы все оставались выигрышей, чтобы всем было хорошо. Поэтому вашу светлую сторону люди видят как такого, знаете, странника в некой степени, пилигрима, который идет по жизни, да, который набирается опыта, набирается каких-то приятных. Вот вы как будто, вы знаете, копите, даже не копите, а коллекционируете эмоции, переживания, состояния при всей вашей закрытости. Вы тот человек, который берет от жизни все самое лучшее. И, возможно, коли вас видят отшельником, вы в некой степени делитесь еще и своими какими-то знаниями, да, своим каким-то опытом, может быть, историей, рассказывать о своей жизни, которые достаточно поучительны по отношению к другим людям, если они готовы это слушать. Поэтому светлая вас видит то, что вы, невзирая ни на что, продолжаете свой путь к своим каким-то целям. И здесь, знаете, я не могу сказать, что здесь прям вот тот человек, который идет и прошибает лбом все стены. Нет, вы не такой человек. Вы, скорее всего, мудрый человек. Если надо где-то что-то переждать, пока есть, там, я не знаю, приливы некие такие, и вы подождете до момента отливов и пойдете своим путем. То есть, да, здесь присутствует мудрость, да, и вот эта вот мудрость вашего пути, она воспринимается людьми как светлой вашей стороной. А что, почему вас считают именно вот таким светлым человеком? У нас здесь выпал туз мечей. Ну, во-первых, потому что вы решительный человек. Знаете, таких людей, наверное, не так много, на мой взгляд, хотя, в принципе, я не имею права оценивать, но все же, как правило, люди колеблются, да, колеблются, колеблются, да, колеблются в своем выборе. То есть, надо мне это делать, не надо. Возможно, вы очень долго просчитываете свой какой-то дальнейший путь, да, прислушиваетесь к своим собственным ощущениям, желаниям, переживаниям, что вы хотите. Но когда вы принимаете какое-то решение, вы уже от него не отходите. И вот это вот, знаете, с одной стороны решительность, с другой стороны светлое то, что вы не боитесь вскрывать какие-то болезненные, возможно, ситуации, как у себя, так и у других людей. С другой стороны, ваша вот эта вот прямолинейность, да, то есть отсутствие лукавства, отсутствие лицемерия, отсутствие какой-то, вот, знаете, вынужденной подстройкой к другим людям, либо к обстоятельствам для того, чтобы как-то выжить. Вот у вас такого нет, да. Если вы приняли какое-то решение, вам абсолютно все равно. Вы готовы голодать, да, вы готовы на какие-то пожертвования, но при этом вы четко понимаете, для чего вы принимаете это решение. То есть, знаете, здесь какая-то такая храбрость присутствует, храбрость вашего духа. И вот эта храбрость, как некая такая доблесть, добродетель, она считается для людей как светлой стороной. То есть здесь такое ощущение, что у вас очень светлая голова. Но в плане того, как вы мыслите, возможно, вы мыслите такими масштабными какими-то категориями, если вы оцениваете какую-то ситуацию, да. То есть вы не мыслите мелко, вы мыслите, вот, хочется сказать, на ширину вашей души. Вот насколько широка ваша душа, в равной степени настолько вы и мыслите. То есть здесь присутствует вот эта вот, знаете, вот честность, хочется сказать, и одновременно открытость. То есть здесь уже нету таких страхов в плане того, что вот меня кто-то может обидеть, меня кто-то может ранить, вы это допускаете, но при этом как-то, ну, когда будет, тогда я решу, да. То есть вы уже не, нет вот этих переживаний, что вот я откроюсь, кому-то доверюсь, а меня как-то обидит, ранит. Ну, ранит я потом решу, да, в следующий раз буду умнее и буду выбирать более вернее своих друзей и людей, поступки, какие-то ситуации, да. То есть вот здесь об этом идет речь, да. То есть вы как-то вот по фонам здесь идет какая-то мудрость ваша, мудрость. Почему вас считают, что вас темного и почему вас считают темным, темным, темный. Вот что у вас темного, ага, вот они, страхи, появились. И почему вас считают темным? Король жезлов. Так, и девятка жезлов, да, то есть ваша какая-то обменность. Почему вас считают темным? Девятка жезлов, потому что, вот знаете, вкупе с отшельником вы как будто бы человек, который закрываетесь, даже не то, что вы закрываетесь, а вы как будто бы, знаете, закрыты от других людей. Вот вы постоянно держите некую такую дистанцию, и люди вас как будто бы не могут считать. То есть они не могут понять, то ли вы чего-то боитесь и от этого закрываетесь. То есть у вас есть какие-то комплексы, возможно, да, какая-то неуверенность в себе. То ли вы отпугиваете людей как некий такой фильтр, да, чтобы, ну, ненужные люди отсекались. Здесь ощущение того, что вас невозможно как будто бы считать, они не могут вас понять. То есть здесь на этой карте, да, мы видим, что человека нет, есть некая такая палка, и она держит как чучело, да, с палкой, которая отгоняет. То есть отойдите, да, я не хочу с вами коммуницировать, я не хочу с вами общаться. По какой причине, неизвестно. То ли здесь человек боится, и он прячется, и вот пугает, да, пугает, как защита такая, отойдите. То ли ему настолько всё надоело, да, вот это вот, ну, непонятные люди, непонятная обстановка, реальность, которая его не удовлетворяет, что он закрывается, и, то есть здесь либо страхи, либо человек прячется по своим каким-то, ну, соображениям, да, и вот, вот, вот это вот вашу закрытость люди считывают как тёмную сторону. То есть они не понимают причину, да, почему, почему вот вроде бы вы вот такой вот открытый человек, да, честный, вам бояться нечего, вы сами можете зарезать, заколоть кого угодно с вашим-то уровнем интеллекта. И тут здесь получается какая-то тёмная сторона, когда вы закрываетесь, когда вы уходите, когда вы прячетесь, то есть что-то здесь нечистое, да, вот поэтому люди воспринимают эту сторону тёмной, потому что они не понимают. То есть такие люди, как вы, в принципе, они должны быть на передовой, то есть они должны быть в первых планах, куда-то ввести за собой людей, да, что-то передавать, что-то им рассказывать. А здесь получается так, что вы скрываетесь, и вот эта вот ваша закрытость, вот это вот ваше умение держать дистанцию, не подпускать к себе людей, а наоборот их отгонять, они считают, что вот это вот ваша тёмная сторона. А почему это является вашей тёмной стороной? У нас здесь выпал король жезлов. А как раз-таки почему они считают, потому что король жезлов, это и есть тот человек, лидер, да, мужественный, храбрый, огненный, яркий, импульсивный человек, духовно развитый, потому что жезлы, это всё-таки про духовность, это всё-таки про развитие. И это считается тёмным аспектом, как я уже сказала ранее, да, что вот такие люди, как вы, которые, по идее, вот у вас должен быть большой круг общения, да, как минимум ваша записная книжка, она должна быть уже исписана и не одна, а две и три. Но по факту остаётся, что вот у вас, ну, человек 15-20, если есть в этой записной книжке, прекрасно. Но люди вот вас видят почему-то именно таким общительным, коммуникабельным человеком. Хотя в минусе здесь и может быть импульсивность. И также в минусе здесь, как тёмная сторона, здесь может быть то, что вас очень много, вы не умеете как-то контролировать свою энергию. То есть, понимаете, когда вот вы как-то начинаете взаимодействовать с людьми, возможно, вы рассказываете настолько интересно, насколько захватывающе, что вот, знаете, бывают такие моменты, когда у человека идёт взрыв мозга, да, либо настолько много информации, что всё, я уже перегрузу в голове, и я уже, ну, мне надо это переживать, походить с этим, проживать, проглотить. То есть вас становится много, много, и это считывается как в негативе, да, то есть вот ваша энергетика огненная, её настолько становится много, и это считывается в минусе. Почему? Потому что взаимодействие с вами, даже взаимодействие, даже не общаясь, а вот просто пребывая в вашем пространстве, вы настолько высвечиваете, подсвечиваете какие-то тёмные моменты в жизни другого человека, не знаю, человек может сравнивать вас с собой, да, может быть, что-то видеть в вас, да, и вот такое ощущение, что вот вы как огонь выжигаете какие-то тёмные моменты, и люди вынуждены как-то трансформироваться. Не знаю, элементарно вы можете рассказывать там ей какую-то историю, да, где вот вы побывали, пошли в какую-то пешую прогулку, вот, что-то там увидели, что-то сделали, вас это настолько воодушевило, и казалось бы, да вы просто рассказали какую-то историю, но вот именно в этой истории человек, сравниваясь с вами, он может видеть свою какую-то ущербность, либо какую-то свою несостоятельность, какой-то свой комплекс, ну вот, а что, я не могу пойти в это место, могу, ну вот, а я почему не замечаю вот то, что замечает, например, там этот человек, да, либо почему я не могу вести себя так, как ведёт этот человек, почему я не могу рассказывать так интересно, так захватывающе, как рассказывает этот человек, то есть напрямую, возможно, вы ничего и не делаете, да, вы просто есть, как говорится, от того, что вы есть, это уже плохо, вот вы есть, это уже плохо, потому что вы выжигаете, вы заставляете людей меняться, вы заставляете людей задумываться, ваш свет, он подсвечивает именно, знаете, вот когда в комнате темно, как в душе, например, какого-то человека, вы зажигаете спичку, да, и одновременно с тем, что вы зажгли спичку, появился свет, и в этом свете, да, по сравнению с тьмой, мы сразу можем сказать, как темно было в комнате, до того момента, когда свет не был зажжен, мы не понимали, что в комнате темно, вот вы являетесь вот этим светом, вы являетесь вот этой спичкой, да, которая зажгла, и сразу человек увидел, а сколько во мне всего темного, и ему это не нравится, да, то есть здесь, возможно, вас и не будет возлюбить, вы, безусловно, это, это и осознаете, что иногда вы приносите дискомфорт людям, опять-таки, просто тем, что вы, что вы есть, хочется сказать, то есть ваш свет является тьмой для других людей, они вас считают, и вообще просто потому, что вы слишком такой яркий человек, ваши знания, здесь может и зависть тоже проходить. В чем корень вашего света? В чем, вот сюда, корень вашего света, аркан влюбленный, корень вашего света в вашей красоте, в вашей красоте вашей души, вот так скажу, внутренней, то есть для того, чтобы увидеть красоту во внешнем мире, первично мы должны ее внутри себя создать, мы должны ее внутри себя, скорее всего, не создать, а раскрыть, взрастить. И вот корень вашего света, вот сюда, наверное, да, поставлю, потому что она все-таки здесь была. Вот мудрость, о которой я говорила, да, это ваша внутренняя красота, которую вы взращиваете, то, над чем вы работаете, возможно, сами над собой, со своим характером. То есть здесь очень много работы самостоятельно и проходит, да, над собой, когда вы, как я уже говорила, да, в беседе с собой, может быть, рассматриваете, наблюдаете за собой, за своим каким-то поведением, да, анализируете очень много разной ситуации, в том числе и себя в этих ситуациях, делаете какие-то определенные выводы. И вот эта вот вся работа, она как будто бы, знаете, очищает вот эту вот тьму внутри вас. И вы постепенно-постепенно взращиваете красоту. Аркан-любленок у нас как раз-таки говорит о внутренней красоте, которую вы взрастили в себе. И чем больше вы ее взращиваете, тем больше вы ее видите во внешнем мире. То есть не то, чтобы мир красив и прекрасен, а это красота смотрящего на этот мир. Это то, что вы делаете. Это умение замечать, позитивное умение замечать нечто такое прекрасное является. Ну вот здесь такое, знаете, вот ощущение любви у меня приходит. Поэтому изначально, когда я говорила вам, описывая вас как личность, да, что вы, даже если, не имея любимого человека, партнера рядом с вами, вам с этим окей. Почему? Потому что эта любовь есть внутри вас. То есть здесь вот ощущается такая некая самодостаточность, что я могу самостоятельно аккумулировать эту любовь внутри себя. Единственное, что вам может здесь недоставать, это на кого излить эту любовь. Любви вас много, предостаточно. Но, скорее всего, нету предмета одухотворенного и неодухотворенного, возможно, на кого вы могли бы излить свою любовь. Но она присутствует внутри вас, и это является тем светом. Плюс ко всему в Аркане влюбленных тоже задействованы у нас две силы. Активная и пассивная мужская и женская, да, Адам и Ева, которые при изгнании из Эдемского сада спускаются на землю. Для чего? Для того, чтобы познать дуальность этого мира, да, для того, чтобы познать добро и зло. И вот этот вот ваш путь, по которому вы идете, он одновременно, знаете, он как будто бы и духовный. То есть я в одиночку иду по этому пути в этом мире, когда я познаю что-то. И вам с этим окей. Но когда вы что-то узнаете, у вас есть внутренняя необходимость с кем-то поделиться. То есть вам, вот то, что я сказала, да, вот эту вот любовь, вы как будто бы ее находите. Знаете, в путешествиях, в принципе, хорошо путешествовать одному. Но когда ты видишь прекрасные такие места, когда дух завораживает, когда дыхание захватывает, и хочется рассказать об этой красоте, кому-то показать, да, вот, сфотографировать. Ну для чего мы фотографируем? Не для того, чтобы помнить только для себя, для того, чтобы еще кому-то показать. То есть кем-то разделить вот эту вот красоту. Вот в этом у вас есть однозначно необходимость. И это является вот как раз вот эта любовь ваша внутренняя, да, на пути познания в мире дуальности. Вот этот свет, который вы несете, это и есть то светлое вас. То есть тот корень вашего света. А теперь посмотрим корень вашей тьмы. Корень вашей тьмы. И в чем здесь корень? Ага, аркан умеренности. Интересно. Да, здесь мы закрывались, да? Помните, люди вас не понимали. Корень вашей тьмы является умеренность. То есть желание быть, знаете, я вот в каком-то таком балансе. Как раз таки, смотрите, дуальная карта здесь и здесь. Здесь у нас выпадает, значит, добро и зло, да, дуальность плюс и минус. А здесь желание не выпадать. То есть в аркане влюбленных у нас получается, как бы так сказать, некая, ну, визуально палочка, да, и у нее есть два полюса. Вот, и как будто бы в аркане влюбленных периодически нас бросает то в один полюс, то в другой полюс, да, для того, чтобы познать, да, что есть добро, что есть зло. Вот эти вот полюса сменяются. А в аркане умеренности здесь как будто бы не желание пойти в эти полюса, а желание находиться в золотой середине, где-то посередине. Почему в этом есть корень вашего, вашей тьмы, да, то есть не, сейчас сформирую мысль, вот когда мы находимся в золотой середине, да, когда мы не отклоняемся ни в одну сторону, ни в другую, у нас, по сути, не происходит никакого обучения. То есть если вы находитесь в середине, то, по сути, вы никуда не двигаетесь, потому что любой путь, да, вот представьте себе дорогу, представьте себе канат, по которому вы идете, веревку, мост над весной, неважно, что бы вы себе не представляли. Каждый раз, когда вы делаете шаг правой ногой, вы все равно на несколько там сантиметров будете отклоняться в одну сторону. Когда вы делаете шаг левой ногой, вы так или иначе будете отклоняться немножечко в левую сторону. Только когда вы стоите, вы никуда не отклоняетесь, потому что нету движения. Поэтому любое движение, оно вызывает отклонение. А здесь ваша темная сторона, смотрите, вы закрываетесь, да, вы как будто бы не желаете с кем-то взаимодействовать, вы не желаете двигаться дальше. Любое движение, оно встречает на своем пути людей, потому что мы живем в социуме, за исключением, если мы жили где-нибудь там, я не знаю, в уединенном каком-то месте без людей. И поэтому вот желание какого-то, не движения, не продвижения, а скорее всего остановка, вот для вас это очень-очень комфортно. Аркан умеренности у нас говорит о комфорте. Когда я нашел себя, знаете, вот мне хорошо, я не хочу никуда идти, я не хочу никуда двигаться. Если меня смотрят женщины, у которых есть дети, да, которые прошли период беременности, особенно если беременность такая бурная, да, на первом триместре, такой момент возникает, когда начинает настолько вот этот токсикоз мучить, ну, по крайней мере, у меня так было со вторым ребенком, когда было желание вот просто, знаете, найти такое удобное место и больше не двигаться, потому что любое движение либо вправо-влево у меня вызывало тошноту. И это было так неприятно и некомфортно, когда я говорила, оставьте меня в покое, не трогайте, я ничего не хочу, ни есть, ни пить, ни спать, ни двигаться, ничего, просто лишь бы меня не трогали. И я по желанию не переворачивалась со стороны в сторону, потому что это вызывало очень неприятный токсикоз. Вот здесь примерно что-то такое аналогичное, да, и вот в этом является корень, то есть не желание дальше двигаться, а удобство, удобство является вашим корнем. Зона комфорта, о которой мы говорим, то есть наша привычная, что есть зона комфорта, когда мы привыкли, когда нам в этом удобно, когда мы находим в этом состоянии некое такое удовлетворение. Так вот, корень вашей тьмы как раз-таки ваше внутреннее удовлетворение и нежелание дальше куда-либо двигаться, да, чтобы выйти из своего баланса, из того момента, когда мне так хорошо, так хорошо, и это хорошо может быть во всем, в этом есть. То есть по сути свет, он как раз-таки в дисбалансе, я так могу сказать, да, в любых отклонениях. Почему? Потому что когда вы отклоняете в одну сторону, да, по закону равновесия вас все равно выбросит ровно настолько же в другую сторону. И вот таким образом, знаете, вот как змея, да, она же хоть и движется вперед, у нее движение-то не прямое, она вот как-то так, это зигзагообразное. И вот здесь зигзагообразное сказала, да, и здесь как раз-таки буква иврита, которая соответствует аркану влюбленных, называется Зейн, чисто ассоциативно, да, зигзагообразное Зейн. Так, ладно, идем дальше. Слушай, что дает вам свет? Смотрим, что дает вам свет? Башня. Так, наверное, надо поднять чуть-чуть. Башня, разрушение. Что дает вам свет? Разрушение, очищение. Что именно? Вы очищаете себя. Здесь прям даже на карте, да, вроде бы карта такая достаточно темная, да, но вот ударом молнии, неожиданностью, да, такой внезапностью, все вокруг осветило, да, то есть свет как раз-таки освещает ту тьму, которая нас окружает. Что дает свет? Свет дает вам ваше очищение именно по башне наших сценариев, да, то есть здесь всегда речь идет о ментальном нашем уровне, тем более вы у нас выходите ментальным человеком, да, королевой мечей, которая оперирует нашими мыслями, дает очищение вашим старым каким-то ненужным сценарием, то есть вот ощущение того, что периодически, когда вы идете по пути своей жизни и сталкиваетесь всегда с дуальностью, неважно в какую сторону, это в плюс либо в минус, у вас всегда происходит какое-то очищение, то есть сталкиваетесь вы, допустим, с позитивными людьми, и какие-то ваши сценарии прошлого, связанные с каким-то, ну, обманом, иллюзией, начинают очищаться, что вот оказывается есть в мире добрые люди, да, оказывается не все так утрачено, а я, например, верил, что, ну, в мире нет добрых людей, вот ваш сценарий разрушился, пошли в темную какую-то сторону, да, что-то там, не знаю, кто-то вас обманул, вскрылся другой сценарий о том, что где-то, возможно, я чрезмерно наивная, да, возможно, где-то чрезмерно доверчивая, где-то не включила свою голову, оп, включился, опять-таки, другие какие-то ваши сценарии, произошло очищение, то есть вот здесь вот периодически идет очищение через какие-то, знаете, вот внезапные ситуации на вашем пути, здесь вот эта вот ваша мудрость, она приходит не таким плавным путем, как вы движетесь, да, а вот, возможно, в вашей жизни ничего не происходит, потом какая-то неожиданная ситуация, благодаря которой вы можете, знаете, как-то вот, ну, расти через какие-то трудности преодолевания, у вас может быть какой-то период, например, достаточно большой такой период в жизни, да, когда вот ничего не происходит, как будто бы день сурка, вот эта вот темная сторона, и вроде бы все хорошо, вроде бы все классно, да, кажется, ничего не предвещало, потом вдруг какая-то такая неожиданная ситуация, и она все перевернулась с ног на голову, и вам надо в короткие сроки что-то решить, вам надо в короткие сроки как-то себя проявить, принять какие-то решения, вы начинаете включать свою голову, вы начинаете решать какую-то ситуацию, и по выходу, по завершению этой ситуации вы видите, насколько вы выросли, почему? Потому что, ну, например, благодаря вот какой-то негативной, даже не то что негативной, неожиданной какой-то ситуации, да, вы, например, научились чему-то новому, я не знаю, надо было с кем-то общаться, вы не знали какой-то конкретной площадки, каком-то мессенджере, например, да, и вот столкнулись, что, ну, к примеру, а есть там, я не знаю, Twitter, или есть там, я не знаю, Telegram, еще что-то, а вы, реально, с этой площадкой никогда не сталкивались, и вот вы вынуждены были ее изучить, то есть, по сути, как говорится, нет ухода без добра, вот в вашем случае, вот здесь вот это вот прям очень-очень уместно, потому что в вашей ситуации очень много таких жизненных моментов было, когда, в принципе, все, что с вами происходит, оно происходит внезапно, то есть вот те перемены, какие-то очень важные, значимые моменты, они имеют свой фактор непредсказуемости и неожиданности, да, нежданно-негаданно вдруг со мной что-то случилось, поэтому башня здесь, она идет как раз-таки вот в позитивном таком ключе, и вы вообще по своей натуре, вот здесь вот восьмерка у кубков у нас говорила о свете, да, что светлого у вас есть, это то, когда вы делаете акцент не на то, сколько раз вы падали на колени, а сколько раз вы вставали, и вот всегда, сколько раз вы вставали, это всегда на один раз больше, чем столько, сколько вы вставали, и вот в этом есть какой-то плюс, да, вы периодически умеете разрушать и начинать с нуля, и вот неважно, это касается сферы, например, там, профессий, да, заново начинать какую-то профессию с самого нуля, когда другие люди, например, ну, уже бы не рискнули, да, там, сказали возраст, еще что-то, либо вы решили переехать, да, и кто-то скажет, да вот тебе уже там, я не знаю, 50, 60, 70, уже куда же ты поедешь, а вы рискуете, да, то есть вот только здесь риск, он не просчитанный риск, а это какой-то внезапный, потому что вы не тот человек, который будет рисковать, вы слишком рациональны и умеете видеть какие-то негативные моменты, и вот это вас, в принципе, останавливает от риска, то есть для того, чтобы вы как-то рискнули, у вас должно включиться какое-то вот наоборот иррациональное, да, я бы сказала, некий такой шут внутри вас, некое такое безумие, когда вы, я не знаю, смогли бы рисковать, вы не рискованный человек, да, вы не, понимаете, не то, что вы не любите риск, вы, скажем так, неоправданный риск, вы не берете, то есть вы можете рискнуть где-то, взять какую-то инициативу, а так, чтобы вот прям по-крупному что-то рискнуть, нет, но у вас всегда бывает такой момент, что утром встали, все, я переезжаю, куда переезжаю, зачем переезжаю, не знаю, вот какое-то такое вот безумие на вас накатывает, вот такие моменты вы можете рискнуть, а так, в принципе, вы не тот человек, который может рискнуть, но вот именно умение разрушать, да, и заново выстраивать что-то с нуля, это происходит, как будто, вы знаете, оттачивание вашего характера, оттачивание ваших каких-то навыков, к примеру, там, не знаю, создаете сайты, создали сайт, вроде бы все идеально, все хорошо, и он могло бы работать, но вот как-то вот утром встали, я не знаю, ни с той ноги, не под тем влиянием, не понравились, взяли и удалили, и заново с нуля начали создавать этот сайт, и вот второй сайт, который создаете, он действительно тот прям практичный, удобный, тот, который необходим для вашей работы, но если бы вы его не разрушили первый, да, вы бы ко второму и не пришли, но из-за того, что у вас уже был предыдущий навык, да, умение создавать сайты, вы создали то идеальное, вот что вам было необходимо. Здесь такая энергия, достаточно, достаточно приятная, вы тот человек, который вообще долгое время будете искать то дело, которым вы будете заниматься, найдете ли вы, здесь вопрос не в том, что найдете ли вы любимое дело или нет, а здесь вопрос в том, что вот именно в самом поиске есть смысл, вот для вас есть смысл, не в плане найти любимое дело и потом им заниматься, потому что вот именно вот в этом состоянии любви, да, вот в комфорте, мы впадаем в аркан умеренности, нет развития, тогда у вас включается тюневая сторона, а именно поиск любимого дела, да, я могу предположить, что вы много профессий здесь могли сменить, ну как минимум три, это точно, вот, и все время что-то есть, что вас куда-то манит, вот где-то что-то, даже если это ваша профессия, все равно какое-то разветвление, все равно какое-то, что-то дополнительно, где-то какие-то, я не знаю, может быть курсы пройти, повышение квалификации, то есть однозначно что-то дополнительное, да, здесь будет. Что? Что вам дает тьма? А тьма как раз таки дает вам вот это вот движение, да, смотрите, какой классный аркан колесницы, где здесь сумасшедший сидит, значит на кровати, да, поверив, что вот я, я могу управлять, да, я могу управлять вот этой вот своей кроватью, но при этом в рамках палаты, вот, и вместо двух лошадей у меня здесь изображена черная кошка, да, то есть присутствует некая такая интуиция, а, здесь еще и белая, видите, белую не заметила, да, вот белая кошка и черная кошка, и это у нас выполнена, на темный, на темный аспект. Что вам дает тьма? Тьма, скорее всего, дает какой-то момент желания вот вырваться, да, уйти, ведь в сумасшедшем доме, это у нас колонка, у нас сумасшедшего дома, да, в сумасшедшем доме, в принципе, все удобства, если это так можно назвать, они присутствуют, да, то есть людей кормят, по необходимости, я так понимаю, либо за ними ухаживают, да, либо они сами куда-то кают, моются, то есть в идеале, в идеале, насколько сумасшедший дом может быть идеальным, удобства все присутствуют, но всегда есть желание выйти, выйти за эти пределы, да, ощутить себя свободным, и вот что дает вам тьма, тьма вам дает вот это вот неудовлетворение внутреннее какой-то ситуации, да, какой-то вот обстановкой, то есть желание двигаться дальше, желание совершить некий такой прорыв, то есть с одной стороны, да, вот в этой тьме я вроде бы закрываюсь, вот то, что я сказала, да, я закрываюсь, я не хочу ни с кем общаться, я хочу, чтобы меня оставили в покое, потому что мне так комфортно, но когда я достигаю какого-то своего пика апогея, вот этого комфорта, мне все равно есть внутренняя необходимость с кем-то поделиться, у меня все равно есть внутренняя потребность вот что-то еще узнать, недостаточно я знаю, надо здесь еще понимать, здесь не просто знать для себя, здесь вот с кем-то поделиться, кому-то что-то дать, кому-то что-то рассказать, то есть вот этот вот внутренний зов вас, он не дает вам покоя, Причём, смотри, здесь Великий Аркан выпал, и здесь Великий Аркан, и здесь также Великие Арканы выпали. Давайте я ещё раскрою и посмотрю, что ещё вам даёт ваша тьма. Ну вот, как раз-таки пара у нас выпала, да, Король и Королева Жезлов. Что даёт? Стремление к жизни. Вот тьма вам даёт стремление к жизни. Знаете, чтобы вам было понятно, я приведу такой простой пример, который знаком абсолютно каждому на нашей планете. То есть вспоминайте самый первый момент ковида, когда нас закрывали, вот, и не было возможности куда-то выйти, пойти, и мы вынуждены были сидеть дома. И вот тот момент, что даже люди, которые имеют интровертную направленность, да, которым хорошо дома, кайфово, в этот момент как раз-таки и проснулись вот эти все наши желания о том, что, о, надо сходить туда. В этот момент сразу вспомнились наши ограничения и те места, в которых мы не бывали, но хотели бы пойти. По крайней мере, у меня так это было. То есть именно в те моменты я вспоминала о том, что хорошо было бы сходить в музей, а вот ещё вот в такой музей я не ходила, да. Вот, и после того, как открылись, испали все разрешения и открылись, как говорится, дороги, я так и не сходила в музей. Вот, надо сходить. Вот здесь примерно то же самое. То есть когда вы чувствуете какое-то внутреннее, своё собственное ограничение, да, вот в этой комфортной, удобной зоне, ну, окей, мы попросили, чтобы нас оставили в покое, мы побыли сами собой, ну, поняли, что как-то скучновато. Стало скучно, что-то куда-то я захотела двигаться. Ну, куда я двигаюсь? По королеве жезлов. Здесь Фрида Каллой заворожена очень. Женщина огненная, страстная, любящая жизнь, невзирая на свои какие-то трудности, связанные со своим телом. Столько операций она перенесла, столько именно физических трудностей, боли бесконечные. Это был очень жизнерадостный человек, женщина очень любвеобвильная. Не, как бы так сказать, не с традиционной такой красотой. Это не та женщина, которую можно посмотреть и сказать, какая она прекрасная, да, вот она меня покорила. Но вот эта вот внутренняя харизма, огненность, да, желание жить, желание что-то познавать, чем-то заниматься, внутренняя вера в свои какие-то способности и таланты. Вот именно тьма и способствует тому, чтобы вы к этому двигались, чтобы вы к этому шли. Поэтому я могу сказать, что здесь вообще получился такой прекрасный тандем нашей темной страны и нашей светлой страны, да, что светлая сторона – это то, что разрушает и высвечивает, да, показывает, как обстоят дела сейчас на данный момент именно в реальность. А вот темная сторона – это тот наш внутренний двигатель, да, тот наш движок, который всегда мотивирует нас и продвигает по жизни. То есть здесь это то, что нас двигает, здесь у нас идут разрушения на моменте движения, да, вот это вот сопротивление, с которым мы сталкиваемся вовне. То есть когда начинается наше внутреннее движение, внешнее, оно как раз-таки идет вот внутреннее и внешнее, они как-то вот так вот трутся, да, и вот на пути этого трения как раз-таки происходит, очень такой в энергии мне показывают заряд, да, от трения может зажечься, вся вот это вот пространство между двух трущихся друг от друга тел. И вот от этого трения происходит вот этот вот взрыв по башне, то есть тем самым идет очищение. Очищение может быть только тогда, когда у нас есть движение. Не будь этого движения, никакого очищения бы и не было, никаких познаний не было. То есть здесь вот прям, не знаю, какая-то такая идеальная картинка получилась, на мой взгляд. Поэтому жила была наша личность, да, кто-то ее считал светлой, кто-то ее считал темной, но все зависело от освещения. А освещение — это и есть смысл существования данной личности на Земле. Вот такой у меня был для вас сегодня расклад. Благодарю всех за внимание. Хочу пожелать вам прекрасных, светло-темных, темно-светлых выходных. Всего самого наилучшего. До понедельника. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok